Днем ранее Владимир Путин выступал на молодежном форуме на Камчатке, во время которого заявил, что это Россия, а не Япония, страна восходящего солнца. И если же сравнивать его выступление во время этого Восточноэкономического форума, его выступление на Камчатке, опять начали говорить о том, что такое впечатление сложилось, что выступали два разных человека, на Камчатке он выглядел похуже, а вот Бодрячко мне более свеж был во время выступления на Восточноэкономическом форуме. Вы обновите конспирологические теории и версии относительно того, что у Путина есть двойники, вот что вы об этом думаете относительно двойников Путина и его там состояние здоровья, разные слухи и домыслы, которые уже ходят лет 10 как минимум? Насчет двойников я полагаю так, что если они есть, то они выполняют роль прикрытия решения вопроса безопасности. Они могут где-то мелькать, они могут там сидеть в какой-то машине, они могут где-то быть там, где не нужно выступать, говорить, встречаться, сажать руки. Это возможно, я правда не слышал подтверждения, но у меня там был один эпизод, когда мне один депутат об этом рассказывал, что якобы он встретил от двойника такого. Но я чего-то сильно сомневаюсь, потому что может быть это был просто человек, очень похожий на Путина и специально выдающий себя за то, что он выполняет такую роль. Но даже если эти двойники есть, я не думаю, что они упал на публике. Но то, что там на Камчатке он выглядел более вялым, вы долетите до Камчатки. Я летал на Дальнем Остоке, знаете, даже-то, ну понятно, что там у него свой собственный самолет, там с ванными, жакузи и всем прочим, но тем не менее, все равно это, в общем-то, ну как бы, до смещения по этим самым поясам большое, это, в общем, не очень простая, что указ. На Запад легче летать, чем на Восток, я вот не знаю почему. Видим, как там биологические особенности организма, они легче переставиться в одну сторону, а в другую. Легче лететь на Запад, подчеркиваю, чем пролетать на Восток. Вполне возможно, что это было связано с большим длинным перелетом и смещением часовых поясов. Я не верю в то, что какой-то двойник может выйти на какой-то форум. Ну, что с ним со здоровьем, со здоровьем не важно. Но это не означает, что он не может с таким состоянием здоровья управлять страной. Я получил новое подтверждение совсем недавно о том, что есть у него проблемы серьезные со здоровьем. Ну, просто одна семья дружит с фасовщиками. И те рассказывали, сколько дней они провели в карантине, проводили в карантине, до сих пор, по-моему, проводят. Для того, чтобы выйти в Путина, так сказать, выполнять эти свои боевые задачи. Это, конечно, ненормально. Конечно, явно у него что-то, помимо того, что он... Ну, не может человек бояться там серьезно заражения ковидом, на котором работает вся медицина страны. И неограниченный рисунок финансов. Вот поэтому какие-то есть серьезные, видимо, осложнения здоровья. Какой характер этих проблем? Что вы можете сказать? Да, я не знаю. Я могу, я ведь, как это, так же, как и вы, я читаю те же инсайдерские, так называемые, телеграм-каналы, какие-то слухи, с кем-то говорю. Кто-то, так сказать, там, что-то знает или не знает, но выдает за знание. Ну, говорят, что у него... Ну, начиная от мелких болячих, типа, там, как вот это... Когда много жидкости пить нельзя, почечные недостаточно, нет, как это называется, забыл. Ну, не рекомендуют много жидкости пить, что там, с почкой, какая-то болезнь. И позвоночник, говорят, сказали мне, тоже рассказали. Опять-таки, так-то или не так, что он якобы повредил позвоночник, был там серьезный удар при жестком приземлении, когда он со стерхом отварил. Вот, и говорят, и там про онкологию, про что только не говорят. Ну, и терминентная хромота, вот, когда были вот учения, Путин присутствовал вместе с Герасимовым, и снова обратили внимание, что когда Путин шел, оно, откровенно говоря, хромал, то есть ему было сложно вступать. Ну, то он хромал, то он там левое ухо, вернее, там правое ухо, значит, чешет левой рукой, правый висит как плеть. То ли она висит как плеть, то ли не знает, чего там у него. Может, у него там какой-нибудь прибор по измерению давления стоит, ему сказали, не дергай рукой. Я не знаю, чего, и вряд ли мы с вами точно узнаем, что. Но то, что проблемы есть, это не всякого сомнения. Вот эти смешные идиотские столы, так сказать, там, ау, там, вы видите меня, возьмите бинокль, мы сейчас с вами поговорим. Ну, все это... То есть шаманы, Геннадий Владимирович, с проблемами не справляются? Кто не справляется? Шаманы. Шаманы нет, что-то они не доработали. Видимо, Шойгу подсунули бракованных шаманов, и они не смогли, так сказать, там, нормализовать жизнедеятельность вождя до конца. Вот, ну, видимо, он верит, там, в Кремле многие верят во все эти символизмы, во все эти околооккультные все эти вещи, всякие шамбалы, бамбалы, не знаю, там, а что... Ну, видимо, у них там действительно серьезнейшие стрессы, им как-то надо себя успокаивать. Вот они там, кто йогой, кто там, оккультными науками успокаивать, кто к местам силы прикладываться, кто еще чего-то. Видимо, там, не с точки зрения морально-психологического клиента, совсем все не очень хорошо. В общем, в Кремле каждый сходит с ума по-своему. Хорошо, Геннадий Владимирович, Рамзан Кадыров также сделал ряд заявлений, предлагаю обсудить их. Вначале он сказал, что засиделся на своем посту руководителя Чечни и хочет бессрочного отпуска. Прошло несколько дней и сказал, что он просто так уйти никуда не может, ему нужно узнать мнение народа и президента. Поговаривают, что Кадыров метит руководителя Росгвардии, а Золотов, который нынче возглавляет Росгвардию, хочет на должность министра обороны, то есть сместить Сергея Шойгу. На ваш взгляд, вот насколько высока вероятность публичных, именно публичных кадровых рокировок? Я думаю, что не очень высока вероятность, не очень высока вероятность, но какие-то могут быть перестановки, но не радикальные. Но у Путина, мне кажется, действует принцип на переправе, коней не меняет, пусть хреновая, но пусть тяну до конца. Поэтому я думаю, что публичных перестановок много не будет, по крайней мере на сегодняшний момент, пока у него еще теплится надежда на какой-то успешный выход из войны. Но для него успешно, подчеркиваю. Поэтому Кадыров, я думаю, скорее всего, все-таки играет в игру. Почему? Потому что у Кадырова слишком много врагов. Чтобы ему выжить, ему нужно оставаться президентом Чечни, как только он потеряет власть. И даже если он перейдет в Москву, он уже ее в какой-то степени потеряет. Власть является единственным сейчас механизмом, защищающим его от действий его врагов. У него очень много врагов, огромное количество. Я, честно говоря, даже не ожидал, он там начинает беседовать. И выясняется, что там лютая ненависть в полный рост идет. Поэтому я думаю, что это игра, в первую очередь. Я не уверен, что он даже в должности начальника Росгвардии, что вообще по самому себе смотрит, ну, глупо. Но силовики не любят Рамзана Кадырова, не любят. То, что с ним там общается золото в том, и довольно плотно, это не означает, что все остальные силовики от этого восторжены. И я думаю, что там как раз все очень непросто, совсем непросто. Поэтому я не уверен, что должность начальника Росгвардии, она для него более комфортная и безопасная, нежели полновесного при Путине хозяина Чечни. То, что он там засиделся на своем посту, это мы прекрасно и так понимаем. Это он мог бы нам не говорить, они все там пересидели по много лет. Но дело в том, что они понимают, что уход от власти это практически район гибели. И они будут за эту власть цепляться до последнего. А какие, на ваш взгляд, сейчас могут быть взаимоотношения Владимира Путина и Сергея Рошуга, учитывая то, что британская разведка писала о том, что он формально за собой сохраняет пост министра обороны, но решения он не принимает, его отстранили. И к чему мнению Путин, на ваш взгляд, больше всего сейчас прислушивается? Это мнение Патрушева? Ну, если мы говорим о военной операции, то мировая классика гласит, что в момент начала войны министр обороны, который является административно-политической фигурой, он уходит на второй план. Это объективно. А в бой вступает, в действия вступает генеральный штаб, в первую очередь. Поскольку там сидят профессионалы, тактики, стратегии, которые определяют, как вести войну. И они несут ответственность. Тут, в общем-то, если мы придерживаемся этой классической схемы, естественно, там главнокомандующий, первое лицо государства, с ним согласовывают все эти военные действия. И генеральный штаб представляет вам план войны, действия, варианты А, Б, С, Йоколомоне и так далее. Вот поэтому, с точки зрения классики, то Путин сейчас должен в первую очередь слушать генеральный штаб и свой совет безопасности. Безусловно, который углавляется де-факто Юра Путиным самим, а де-факто Патрушевым. Вот поэтому роль Патрушева, конечно, огромная, но он не военный специалист. Поэтому сейчас Путин должен слушать, помимо того, что говорят силовики, вот эти спецслужбы, он должен еще слушать то, что говорят военные, если он в адеквате, по крайней мере, если он это понимает. Ну, примерный механизм такой. Патрушев имеет большое значение, но сейчас он должен делиться своей властью, своим полномочиями, своим влиянием с военными, иначе ничего не выйдет. И как раз выйдет то, что они хотят. Но это мое мнение, и опять-таки я же там не сижу у них на совещаниях. Да, тут еще можно подискутировать о степени адекватности или неадекватности самого Герасимова, начальника генштаба Вооруженных сил России, которого также по сообщениям разведки неоднократно то отстраняли, то возвращали. И вот относительно Герасимова, тоже такой достаточно интересный персонаж. Ну, я его близко не знаю, мы с которым встречались с Шапушной, когда он еще был, по-моему, замуж. Ну, так он-то производил вроде внешние там более-менее впечатления, но я его совсем не знаю. Но я так полагаю, что они к войне оказались не готовы. Да и что полагать? Я и так вижу, что к войне они оказались не готовы. Противника они не оценили, свои силы они переоценили. Вся их стратегия походила на какое-то там бахвальство, пустобрекство, которое кончилось для них фактически поражением. Ну, фактически. Еще не поражение, но уже его предтеча. Поэтому я не думаю, что он там какой-то орел. Но военный, который сохранял лояльность, который я всячески демонстрировал. Для медного времени оно вроде ничего. А как дело дошло за дело, оказалось, что, в общем-то, орлов там нет. Или, по крайней мере, орлы-нитя, которых мы все время видели на экранах и на священниках.